добрый день друзья мы сейчас мы с вами потратим несколько минут времени и сделаем замечательный венок для этого нам потребуются сухие растения мы используем вот тут два вида крымских сухих трав это может быть любая трава найденная в наших полях и веточки кустовой розы основа у нас будет вот такой вот венок из виноградной лозы если вдруг не знаете как плести такие венки это очень просто напишите мне в комментариях и мы снимем мастер-класс но смысл такой что плотно переплетенные ветки создают соты и вы в них можете вставлять разные растения и менять венки то есть принципе это такая многоразовая основа для того чтобы все это было красиво и просто главное не перебрать поэтому у нас всего три вида растений вот самый большой это кустовые розы потом вот средний каркас это вот эти вот горчичные желтые штучки и пушистики вот эти для заполнения для объема венок мы будем делать не полностью весь а чуть чуть больше чем треть чуть чуть меньше половины то есть мы заполняем частично его сначала вставляются самые крупные растения у нас кустовые розы потом самые мелкие и дальше декорируются средними если растение правильно подобраны по тону то испортить венок невозможно он в любом случае будет смотреться красиво привязываем сзади петельку и можно вешать его на гвоздик но если мы хотим чем-то дополнить то вот такие вот так называемые обезьяньи кулаки посмотрите видео как они делаются делаются очень просто и дополняем нашу композицию стоящую или висящую этими обезьяньими кулачками ну и впереди новый год поэтому теперь мы на базе этого веночка сделаем зимнюю композицию делать был очень просто обычная гуашь детская и кисточка и просто гуашью поверх венка и поверх цветочков проходимся кистью все теперь нам остается только дополнить его какими-нибудь игрушками и наша новогодняя композиция готова можно выкладывать подарки и звать гостей им не остается только пожелать вам жить просто красиво и счастливо увидимся пока